Всем привет! Мои любимые девочки! Только что отсняла несколько упражнений для нашего марафона «Красивый орех». Сижу сама еле-еле на своей попе, поэтому он будет просто бомбезный. Так, давайте немножко соберемся. Подвечаю на вопросы, вижу-вижу, добавляйтесь. Привет, мои девочки! Привет, мои красотки! Всем прекрасной весны! У нас солнышко на улице, с утра фигачил дождь, сейчас солнце. Короче, все круто. Давайте немножко соберемся. Я воду забыла! Секундно, девочки, за водичкой схожу. Давайте я пока потанцую, пока вы собираетесь. Так. Привет, привет, мои красотки! Как дела? Все отлично! Все просто замечательно! Посмотрите, как у меня попа накачалась, девочки. Смотрите, как она стоит. Вот так она вот стоит теперь. Она шкаменная после тренировок и после записей. Так. Все, девчонки, собрались. Давайте начнем отвечать на вопросы. Те, кто не успел вовремя добавиться, посмотрят в эфире, потому что эфир я сохраняю. Так. Начнем с того, что очень много новых подписчиков пришло. Так. Кто я такая? Я, Гуля, родом из Башкирии, живу сейчас в Москве, можно сказать, в Московской области. Так. Похудела я на 34 килограмма после кесарево сечения. Мне все говорили в один голос, что плоский живот попрощался со мной навсегда. Мне все говорили, что я теперь рожавшая женщина, у которой должно быть соответствующее толстое тело, да, как мы привыкли видеть. Но я сломала эти стереотипы и решила доказать себе и всем девочкам, которые еще попадут в такую ситуацию. Кто-то попал сейчас, когда у них наступает отчаяние после того, как они потеряли свою красоту, внешность, нормальную жопу, так скажем, размеры нормальной попочки. Я это все возвращаю на свои места, потому что у меня получилось, получится и у вас 100%. Прямые эфиры, это абсолютно бесплатная консультация. Это наши любые вопросы касаемо питания, психологии, питания и психологии в принципе, потому что я работала с психологом долгое время. Я не психолог, я не рассказываю вам, какие упражнения надо делать, что надо. Я рассказываю исходя из своего опыта, всегда, что, чем я занималась, что я, например, делала, да, какие-то упражнения. Так, следующий момент. Если даже вы сейчас находитесь в таком состоянии, что вас абсолютно не устраивает ваше тело, знайте то, что это все поправимо. Вот следующий вопрос. Готовы ли вы поднять свою жопоньку и сделать хоть что-нибудь, чтобы это тело вернуть в нормальное состояние? Я вас уверяю, что вы сможете заиметь тело, которое в разы лучше того тела, которое было до беременности. Если вы были стройной до беременности, но не было упругости в вашем теле, то после родов вы можете вернуть красоту на место и еще даже сделать круче. Потому что многие девчонки, когда не знают проблему лишнего веса, они жрут всякую фигню, просто, ну, природа поддерживает их обменку на нормальном уровне. Но если прикасаешься к этой коже, она не нежная. Если смотришь вблизи, там живут не такой подтянутой. Просто есть стройность, которая скрывается под одеждой. А вот действительно, на самом деле, когда эта стройная девочка голая, там оставляет желать лучшего качества кожи, качества жопы, качества целлюлита на ней. Поэтому, девчонки, даже радуйтесь, если судьба вам подкинула испытание, как лишний вес. Потому что изучив в 30, кто-то в 20, кто-то в 40 основные принципы нормального сбалансированного питания, вы сохраните свою жизнь и здоровье и молодость на долгие-долгие годы по сравнению с теми, кто ест и не толстее. Не думайте то, что это повезло, это наоборот. У них обменка шпарит до определенного возраста. Потом наступает климакс, и по-любому у них обменка будет тормозиться, и они не будут понимать, почему они начали толстеть. А вы уже к этому времени будете абсолютно осведомлены, что надо кушать определенные продукты, и будете выглядеть моложе этих женщин в среднем на 10-15 лет. Да, эта цифра реальная, девчонки, я вас уверяю. У меня тетя моя родная, она на чистом питании, она увлекается психологией. Я вам действительно могу сказать, что это тот человек, который замороженный, сохранил свою красоту на очень-очень-очень долго. Ей сейчас под 60 лет, и она выведет лет на 45, не больше, абсолютно не больше. Если сначала эта разница где-то в 5 лет выглядит внешне, то потом это уже в 10 лет перетекает. И плавно в пятнашечку. И вслед вам будут уже сигналить молодые мальчики, потому что красота вещь не вечная. Но как только вы начнете прилагать маленькие-маленькие усилия, чтобы ее сохранить, она останется с вами на очень-очень долгое время. Так, девочки, пока не отвечаю на сообщения. Так, давайте, посмотрю на ваши вопросы. Гуля, сколько стоит марафон плоский живот? Марафон плоский живот стоит 590 рублей. Все упражнения прорабатываю я сама, и у вас будет вот такой живот. Вот такой живот, вот такая талия, даже если вы рожали, даже если у вас трое детей, даже если вам все говорят, что не будет нормального живота. Пресс видите? Видите? Ничего не обвисло? Видите? Видите? Шов остался. Вот здесь все идеально. Поэтому никому не верьте, если вам рассказывают, что ничего нельзя вернуть. Пожалуйста, девчонки. Все можно вернуть, и мы все возвращаем. Так, ага, ага, да, 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 моя иголечка. За один месяц и две недели 4,7. Это нормально? Это нормально. Это нормально. Молодец, умница. Так. Голечка. Вся семья наша заболела с температурой и так далее. Кусок в горло не лезет. Через силу соблюдать режим прием пищи или нет? Нет. Наше тело нам всегда подсказывает. У него нет времени сейчас переваривать пищу. Все силы он свои пустил на борьбу с вирусом. Соответственно, поэтому у вас пропадает аппетит. Ешьте бульончик, чтобы хоть как-то соблюдать вот это нормальное состояние. И кушайте, пейте воду. Это самое главное. Остальное, когда аппетит проснется, это значит, что ваше тело готово к выздоровлению, и оно победило вирус. Поэтому не надо его напрягать. Когда мне говорят, я приезжаю домой, да, мне мама говорит, почему у Евы нет режима питания, например, да? Потому что я у нее спрашиваю, Ева, ты хочешь кушать? Она говорит, нет, я что, дура, ее запихивать намеренно в нее еду, потому что наше тело никогда нас не обманывает. Проходит буквально 35-40 минут, моя дочь подходит ко мне и говорит, нам я хочу кушать. Моя основная цель – это научить своих детей слышать свое тело, а не какие-то непонятные режимы. И вот когда у человека есть конкретная связь со своим телом, когда оно понимает, что оно хочет кушать, когда ваше тело понимает, что оно хочет пить, вот тогда все будет отлично, и вы не потолстеете. Потому что у многих людей потеряна связь с телом. Они по привычке жрут, они по привычке начинают запихивать в себя всякую говно еду, сахар, вот это все-все-все. Вот это не очень хорошо, поэтому учите своих детей слышать свое тело и не пичкайте их, пожалуйста, едой. Я, конечно, не против детей, которые за весь день съедают два чернослива, девочки. Из крайности в крайность не впадайте. Адекватность – это наше второе имя, да, помним. Но знаете, то, что ваш ребенок, он живой человек, активный, он когда захочет кушать, он поест. Это мое сугубо личное мнение и мнение доктора Комаровского, которого я очень уважаю. Так. Привет, привет, девчонки, привет, мои красотки, привет всем. Гульчика скинула, я тебе уже ответила, зэка моя. Это отлично все, отлично, даже не парься. Тушеная капуста на ужин можно, естественно, можно смело, сколько угодно, столько кушайте. Главное, чтобы в этой тушеной капусте не было тонны масла. Это самое основное, чтобы не росла ваша жопочка. Так, начинала худеть с тобой, пропила гормоны, набрала еще больше, курс лечения закончен, вернулась с нормальным питанием, весь немного сдвинулся, теперь стоит. Можно сведения с твоим курсом упражнений? Зэка моя, не совсем поняла вопрос, и я не понимаю, почему ты это пишешь в прямом эфире, почему ты это не пишешь мне и напрямую не спрашиваете, девочки. Вот вопрос такой, почему, если у вас возникает какая-то проблема, вы пишете в прямой эфир, а не в личку мне, когда я с вами конкретно буду работать? В твоем случае, конечно, это все поможет, но мне надо узнать, какой вес, и можно ли тебе делать упражнение. А то, что после гормонов тебя разнесло, вообще не парься, это у многих такое бывает. Но по поводу выражения стоит вес, запомните раз и навсегда, вес стоять не может. Либо вы кушаете хорошо и худеете, либо вы кушаете хорошо-плохо, хорошо-плохо вес стоит на месте, либо вы кушаете плохо и вес растет. Все. Вот четвертого не дано, девочки. Уберите из своего сознания слово, у меня встал вес, что мне делать? Вес стоять не может. Может быть, немножко затормозится сброс веса на месяц, на полтора, на два, и у вас будет уходить по 200 грамм. Но это тоже не стоит вес. Объемы будут уменьшаться. Кушаю пять раз в день и теперь перестала смотреть на время. Мой организм сам говорит, когда хочет есть, круть. Конечно, научитесь слышать свое тело, когда оно хочет топливо. Привет, моя красотка! Выглядишь, как всегда, на все сто. Спасибо, моя кровь, я на руке помада осталась. Пожалуйста. Так, домашние пельмени можно? Конечно же, нет, моя хорошая, это растяжопище. Вспоминаем состав теста. Нет, нельзя. Ты же не на рисовой муке делаешь. Изредка можно все, можешь по субботам разрешать себе домашние пельмени на обед грамм 150. Но не чаще. Точно, это растяжопа. Так, объясняю почему. Смотрите, вы соединяете углеводы с мясом жирным и получается на выходе жирное тело. Это то же самое, как сало с хлебом соединить. Понимаете, да? Мы мясо вот с такими углеводами соединяем только и то со сложными такими углеводами из круп на обед. Чаще не советую. Можно ли за 3 месяца скинуть 30 килограмм? Конечно, можно. И свихнуться можно потом, после такого сброса. У меня один вопрос. А на хуа вам это надо? Вот скажите, пожалуйста, вы хотите убить свой организм напрочь? Или сказать своим месячным прощай? Если вам кто-то обещает, ты со мной скинешь за 3 месяца 30 килограмм, это ложь, пиздеж и провокация. Потому что это ядреный сброс веса. Он противопоказан как для вашей кожи, так и для вашей всей системы здоровья, внутренней системы здоровья. Поэтому даже не вздумайте скидывать такие большие цифры за такой короткий срок. Это опасно, девочки, это в прямом смысле опасно. И скинете за 3 месяца 30, через 4 можете встать уже, ну через 5. Обратно набрать 34 килограмма. Закон компенсации, ау, никто его не отменял. Вес будет возвращаться с друзьями, если вы сбросили это все за короткий промежуток времени. Нельзя так быстро скидывать. Нормальный сброс веса в месяц от 3 до 7 килограмм. Дальше это уже много, девочки, запомните. Нельзя сбрасывать 30 килограмм. Вы, блядь, наедаете, значит, эти 30 килограмм годами, а потом своему телу говорите, все, я пришла в себя, сбрасываю это все. Нифига. Знаете, в чем кайф? Вы можете набирать эти килограммы 5 лет, 10 лет, но ваше тело, прекрасное ваше тело, умное, мудрое ваше тело, оно эти килограммы сбросит буквально за 5-6 месяцев. Я думаю, лучше подождать полгода и оставить этот результат навсегда в своем теле, чем через 3 месяца похудеть и потом разогнаться и набрать еще по 40. Оно вам надо? Никогда не верьте, если вам кто-то гарантирует быстрый результат такого огромного количества сброса веса. Это неправда, это вообще ложь чистой воды. Если вам говорят, что вы со мной на курсе будете сбрасывать, ну это не на моем, 17 килограмм в месяц, вот шлите нахер сразу таких людей, потому что вы свое здоровье угробите, потом вы пожалеете, потом вы пожалеете 100%. Садитесь на нормальное питание, и у вас будет плавное похудение, вы будете становиться краше с каждым днем. И самый ключевой момент, у вас тело будет становиться здоровее, и у вас этот результат будет очень-очень-очень на долгие года. Лучше уж так, девочки. Потом, как шарпи будете правильно гулять, гречку можно на ужин, или вообще крупы нельзя. Гречка единственная крупа, которую можно на ужин, девочки, можно. А как часто можно сало есть? Естественно, без хлеба, ну, раза два-три в неделю смело можете кушать сало. Сало, оно даже полезное, я вам скажу, для кожи. Мне кажется, что мы можем только помогать своему телу. Сколько ему скидывать, оно само решает. Конечно. Голя, скажи, какой рис можно? Да любой рис можно, девочки. Ну, видите, бурый, он по составу круче. Он дороже, но он круче по составу. Смотрите на мое колено. Охереть. Мама ненавидит мои такие джинсы. Она всегда говорит, переодень. Люди подумают, у тебя денег нет, и древние вещи носишь. Особенно, когда в деревню все приезжают. А если не хочется круп во время обеда, супы кушать, значит. Но крупы надо кушать. Почему люди не кушают крупы, и потом удивляются, почему не происходит похудение? Потому что организм начинает запасаться, запасаться дополнительной энергией, замедляя обмен веществ. Очень часто, когда люди нормально, они обедают, они хотят жрать. Жрать, прям очень-очень сильно жрать перед сном, понимаете. Из-за того, чтобы был плохой обед, некачественный. Ну, надо учить себя, девочки. Это все привычки. Это все привычки. Так. А лук простой можно или синий? Естественно, можно, девочки. Покажите мне хоть одного человека, который из-за лука растолстел. Вот покажите, или из-за чеснока. Ну, я вам миллионы людей покажу, которые потолстели в Киевсе и в Маке. Когда задаете себе подобный вопрос, всегда спрашиваете. Есть ли человек, который похудел от молока? Есть ли человек, который похудел от фруктов? Есть ли человек, который похудел от лука? Вот задавайте себе такие вопросы. И, естественно, ответ будет. Ну, нет, конечно, можно смело. Девочки. Так, супердетка, спасибо, моя кроха. Я чиню, я чиню, наверное, да? Да, можно кашу. Сироп топинамбура можно использовать как подсластитель. Сколько в день можно? Нет, нельзя как подсластитель. Используешь только сахарозаменитель. Раза два в неделю можно использовать. А, гормонов. Все, зайка моя тут написала мне в ватсап. Отвечу попозже. Так, саго можно. Это что такое? Саго, мои красотки. Так, можно ли морепродукты в рассоле? Смотря какой состав. Скорее всего, там есть сахар. И того нельзя. Если вы это делаете сами, можно. Поэтому состав надо видеть. Сколько фруктов, какие? Любые фрукты, три штуки в день. Винограды можете съесть до четырех часов дня, грамм четыреста. Мандаринов штук пять. Привет, мои красотки! Всех вижу. Кокосовая мука те же углеводы, что и обычные. Ну, там она немножечко отличается, но на кокосовой муке абсолютно другой вкус выпечки. Но она полезнее, девочки. Кокосовая мука полезнее, потому что там сохраняются хоть какие-то микроэлементы. В обычной муке она пустая. Это то же самое, как подсолнечное масло. И оливковая сравнивает, понимаете? Там чуть-чуть разный глигемический индекс, там разный состав, там разный состав витаминов. Солнечное чудо-девочка. Юль, спасибо огромное! Что такое сагу, девочки? Объясните мне! Сагу! Это что? Так. Гулечка, можно кушать фунчозу? Можно. Раз за три в неделю на обед. На ужин нельзя. Она делается из риса. То есть это углеводы. Ой, так, девочки, мне заевы. В садик скоро идти. Как часто можно употреблять сливочное масло при правильном питании? Хоть каждый день не более 30 грамм. Сливочное масло, оно полезное, девочки. Не надо делать из него врага. Сагу. Это типа крупная... А, это... Тип риса, да? Наверное, сало. Нет, это не сало, видимо. А можно кукурузный крахмал добавлять в выпечку? Конечно, это диетическая еда будет считаться. Я сама добавляю очень часто кукурузный крахмал. В этот... В запеканку. А, это крупа, да. Мы с тобой, короче, дрифние. Не поняли, что это. Так. Почему время от времени теряется аппетит? Ну, я не знаю, ты на правильном питании ли сидишь? Но на самом деле организм просто сам знает, сколько ему кушать, если только это не стартовый этап нормального сбалансированного питания. Вот, ну, голодать точно не стоит, девочки. Ну, бывает такое. Ну, ваше тело вот так решило, понимаете? Просыпается жор, это уже другой вопрос. Теряется аппетит? Это уже другой вопрос. Оно уникально само по себе, девочки. Ну, если это на постоянной основе происходит, то надо, значит, восстанавливать какие-то пищевые привычки. Это неправильно так, чтобы происходило. Только вчера писала, что веша 87-800, сегодня взвесилась 81-200. Получается 20... Так. 20 декабря 90 килограмм. Уже 9 килограмм почти, как я рада. Три недели на прямых эфирах. А с 20 января на курсе. Гулечка, тебя обожаю, ты моя умница. Да, я знаю, у меня на прямых эфирах худеют люди. Можно полбу булгур, да, смело на обед. Так. Запустила себя физически. Не смогла пройти марафон плоский живот. С чего начать физнагрузку? Минут упражнения. Поднимите жопу, сделайте хоть что-нибудь, чтобы сделать себя красивой. Ты не физически себя запустила, ты просто расслабилась и разленилась, и все. Бери себя в руки и начинай делать, и все будет отлично. 107-65 это нормально? Да, нормально. По цифрам это нормально, но надо смотреть на качество тела. Ты умница. Спасибо большое, Валь. Очень приятно. Так. Кус-кус на завтрак можно или лучше на обед, как гарнир? Лучше на обед, как гарнир, мои девочки. Ой, боже мой, эти спамщики. Почему уходят килограммы, сантиметры не уходят? У кого-то наоборот, у кого-то уходят сантиметры, а килограммы стоят. Девочки, запомните, если вы будете придерживаться нормального питания, и то, и то уйдут. Но не бывает такого, что вот килограммы тают, а по объему вы остаетесь такой же. Просто они уходят чуть-чуть помедленнее. И у каждого своя потеря веса. Поэтому расслабляемся, кайфуем, что уходят килограммы, и ждем, пока уменьшатся объемы. Но париться ни в коем случае не стоит. Я, когда пришла к тебе на курс, думала, что похудеть на 20-30 килограмм – это долго. Но когда ты мне все по полочкам разложила, что минус 2-5 в месяц – это тоже результат. И в итоге минус 26 килограмм. Танечка моя, красавица моя, умница моя. Просто красотка. Девочки, вот видите, кому-то надо сбросить 8 килограмм, он ноет. Кто-то берет и 26 сбрасывает. Все есть ваш выбор. Если вы выбираете красивое тело, оно не заставит себя ждать. Если вы выбираете лежать на диване и ныть, что вы толстая, вы останетесь толстой и станете еще толще. Другого тоже не быть. Понимаете? Вы берете, делаете, получается результат. Это идеальная цепочка, которая работает всегда безотказно. Умница моя, красотка. Спасибо, что сюда пишете, девочки. Почему нельзя растительное масло использовать? Превращается в трансжир и все. В оливковом масле есть полезные микроэлементы, которые хорошо влияют на твою кожу, волосы, психику, ногти и все. Вот почему. Это круто, нужно только захотеть. Да, конечно, абсолютно. Главное – желание. Привет, мои красотки, привет! Какую муку лучше использовать для... Кукурузная мука, по мне, она делает выпечку такой твердой, поэтому не надо использовать. Ну, можно использовать, но не так часто. И не во все продукты добавляю. Ой, не во всю еду можно добавлять. Гуля, здравствуйте, я худею, прямо чувствую, как знакомые бесятся. Это нормально, девочки. Сначала у людей, когда вы начинаете менять свою жизнь к лучшему, идет непринятие. Непринятие идет только потому, что они тоже это все могут делать, но им лень, они не делают. Поэтому они начинают беситься, что кто-то другой поднял свою жопу и начал предпринимать какие-то усилия по изменению жизни. Потом у них наступает момент, когда они абсолютно равнодушны. Похудели вы, не похудели. Еще есть бабы, которые видят, что ты похудела. Сука, но она никогда не скажет, что ты похудела. А будет просто стоять и... Два типа, которые вообще не говорят, что ты похудела. Либо говорят, ты так похудела, ты сейчас болела, что у тебя мужик загулял. Или потом еще видят своих там таких же куриц, которые любят поворчать. Представляешь, она так похудела, видимо, ей изменять начала. Она там на нервах вся исхудала, либо решила там под любовницу как-то быть похожей, вообще скинула в весе. Либо она вообще заболела, умирая, поэтому она похудела. Никогда не скажут, вот она молодец, вот взяла себя в руки, решила правильно питаться и похудела. Почему они так не говорят? Потому что сами, скорее всего, толстые, ничего менять не хотят. Если у другого получилось, и у них же получится. Но ленивая жопонька берет вверх, они ничего не хотят абсолютно для этого делать. Поэтому проще обвинять других, что что-то произошло, либо вообще не лезть. Типа, я не вижу, что ты похудела, я вообще ничего не изменилась. Хотя у человека там минус 20 килограмм может быть, абсолютно. Когда на вас бесятся, ваша основная реакция должна быть, круто, значит, есть изменения офигенные в моей жизни, в моем теле. Вот и все, девочки. Но париться из-за этого точно не надо. Сделайте выводы о таких своих знакомых. Вот и все. Например, когда я похудела, все мои подруги, знакомые, родные радовались. Потому что, ну, адекватные люди. Все, девчонки, другого быть не может. Если человек сам ленивый, ничего не хочет сделать, он боится, что вы станете лучше. Это факт и точка. Особенно женщины, они очень редко умеют радоваться друг за друга. Я вам всегда говорю, станьте другой женщиной. Станьте той, которая делает комплименты. Станьте той, которая радуется успеху других женщин. Таких очень мало, и вы будете выделяться из серой толпы злых сук. Я вам реально говорю. Злых, недотраханных сук. Потому что вот женская злость и злые, она настолько мерзкая. Ну и мужская тоже, кстати. Там мужики тоже. Писюн не до роз ходит на всех зляться. Такие тоже бывают, и их очень много. Поэтому я считаю, что окружайте себя нормальными, адекватными людьми. Слава богу, в моей жизни не попадалось злых женщин, злых мужчин. Ну вот слава богу. Но зато по перепискам со своими девочками я слышу сплошь и рядом. Девчонки ко мне на ногти ходят. Сплошь и рядом зависть, вот честно. Но если вам завидуют, значит потом будут с вас брать пример. Это точно. Так. А чем заменить растительное масло? Оливка вам все правильно. Ай, девочки, подождите. Сам-сам можно каждый день. Да, можно каждый день. Как сделать живот упругим, кожа растянутая. Ждать. Ждать, девочки мои. Вот сегодня мне девочка написала, я боюсь похудеть, потому что кожа растянется. У меня другой вопрос. А вы не боитесь остаться жирной и прожить на 20-30 лет меньше? Боятся то, что сиськи обвиснут или кожа растянется. Они боятся. А вот никто не боится того, что они сокращают себе жизнь лишним весом на десятки лет. Здоровье свое губят. Вот об этом никто не думает. Гармонию в жизни свою губят. Наши отношения с мужем очень часто портятся. Девочки, запомните, ваша кожа, она стянется по-любому. Очень маленький процент женщин требует пластической операции, абдоминопластики. Очень маленький процент. Что происходит с вашей кожей? Когда вы толстеете, ваша кожа растягивается, клеточки увеличиваются в размерах. Когда вы худеете, ваши клетки думают, херня и страдает, решила схуднуть ненадолго. Наиграется, все равно обратно нажрет. Зачем мне напрягаться и стягиваться обратно? Будут сидеть на жопе ровно и не двигаться. Вот ваша клетка сидит, сидит. Месяц проходит, она сидит. Два проходит, она сидит. Проходит полгода. И клетка понимает, блядь, она что-то это, прям кушает хорошо. Походу толстеть больше не будет. Надо мне поднапрячься. И давай-ка я попробую немножечко собраться. Она начинает немножечко уменьшаться в размерах. Потом проходит еще какое-то время. Клеточка понимает все больше и больше в ней уверенности, что вы уже не вернете, былой вес огромный. И она, будучи уверена в своей хозяйке, то есть в вас, начинает... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok